Ну, давайте скажем честно, сейчас это стало просто очевидным, что средства массовой информации прежде всего пропаганды, всегда были и оставались, это элемент пропаганды, сейчас просто, если в 90-е годы, вспоминая канал НТВ, который за последние 15 лет просто нет слов, я начинал на канале НТВ, да, вот все метаморфозы нашей жизни, они видны по одному каналу, от качественного политического канала, с высоким уровнем журналистики, людей и так далее, он превратился в то, что превратился, что если в свое время у нас хотя бы было две точки зрения, то сейчас по внутриполитическим делам, и вообще, так сказать, в стране, в медиапространстве, прежде всего на телевидении, это контролируешь телевидение, контролируешь общественное мнение и общественное сознание, то у нас существует только одна точка зрения, это катастрофа, это катастрофа, потому что это лишает систему сдержек и противовесов, лишает конкурирующих точек зрения, это неизбежно приведет к гибели, хотя может быть где-то и пропаганда и права, я не знаю, еще раз говорю, медиа, мы видим новые виды войн, гибридные войны, при нынешнем развитии коммуникации, средств массовой информации, интернета, естественно, что войны перетекают и туда, это все пропагандистские войны и прочее, прочее, но одно дело, когда речь идет о внешней политике государства, о внешней политике государства, это всегда двойные, тройные, пятерные стандарты, что нашего, что американского, которые с одной стороны могут насаждать, просто априори не приживающиеся, даже из самых благих побуждений, демократические институты и режимы на Ближнем Востоке, это там не работает, это уже давно понятно, а при этом дружить там, не знаю, с газовыми диктаторами в Средней Азии, типа Гурбангалы, Гурды Мухаммедовы, прости господи, там Саудовская Аравия тоже не самая демократичная страна и прочее, их агент влияния на Ближнем Востоке и так далее и так далее, то есть да, но, когда мы смотрим на то, как существует медиапространство американское внутри Соединенных Штатов, где президента справа и слева и свои и чужие херачат как хотят, поэтому у него рейтинг не не 87%, а 30%, ну дай мне телеканал, и у нашего будет 30%, через две недели, когда люди узнают, как все делается на самом деле или узнают какие-то подробности, интересно, вообще как все это функционирует, но там полноценная дискуссия, причем не двухвекторная, а многовекторная по поводу того, что происходит внутри Соединенных Штатов, от оружия до Обама Керр, медицинских строков и так далее, это плюрализм мнений, потому что эта дискуссионность способствует укреплению системы всегда, конкуренция мнений, как бы мы этого не хотели, это только так можно развиваться, у нас что по внешнеполитическим делам, еще раз говорю, это неоднозначная история, мы многого не знаем, есть там разведки и прочее, окей, забыли, внешняя политика Америки это establishment американский, внутренняя политика это все население, вот я хочу, чтобы у нас было так же, свободная дискуссия по всему, что происходит в стране, любым экономическим решением от Олимпиады до, я не знаю, глобальных строек и так далее, плюсы, минусы, какие векторы развития, реформы образования и так далее, это все должно быть безостановочно здесь обсуждаться, а не приниматься наверху, а потом сбрасываться вниз в форме уже готовых решений, а телевидение должно их просто формализовать и доказать, что именно эти решения были правильные, кстати, у нас решение принимается и через год оно отменяется, всем доказали, что часовые пояса надо переводить, через год отменили, всем доказали, что так надо армию, сейчас так, потом опять обратно и прочее, это будет бесконечно в этой стране происходить, у нас, извините меня, ну что говорить, у нас президент за 15 лет нахождения власти ни разу не участвовал в дискуссии, ни в одной, как вообще такое может быть, дискуссии с политическим оппонентом серьезным, посади меня с ним, он будет не так шикарно выглядеть, как на прямой линии с россиянами, вот, а вопрос чего, о чем был? Поэтому, ну, собственно, как бы резюмеры, да, информационные войны происходят, они меняются, развиваются, за этим вообще сейчас сложно следить, столько новых приемов, троллей в Петербурге, которые там, ну, всего на миллион, благосфера новая, новая, так сказать, новая большая отрасль нашей медийной индустрии и так далее, но еще раз говорю, свободная конкуренция внутри страны, которая способствует укреплению государства, а за пределами делайте, что хотите, я не идеалист, я не отношусь к демшизе, хотя, безусловно, причитаясь к либеральному крылу, но я понимаю, что внешняя политика это всегда большая игра, жесткая игра, которая меняется, правила, которые ужесточаются на самом деле, конкуренция увеличивается, ресурсов меньше, глобальные вызовы, всякие техногенные катастрофы, климаты и так далее, и так далее, появление новых центров, полюсов силы, этим всем пусть занимаются профессионалы, но что внутри государства, всегда дискуссия и простого американца, всегда волнует, качество асфальта, качество медицинского образования, обеспечения у него в районе там и так далее, они отвечают за то, они их интересуют то, в чем они живут, а мы понимаем, что нам на это наплевать, мы все говорят, да все вокруг заточники, все равно украдут, да я на выборы не пойду, даже своего муниципального депутата не знают, зато все при этом прекрасно разбираются, можно ли там сравнивать Донецк и Косово, и какие американцы плохие, где еще теории заговора сюда падают бесконечно, и в эту благодатную почву, так сказать, повернутых мозгов у населения, это губительная, получается, война собственного, собственных модератов против собственного народа, на самом-то деле, вот что сейчас происходит. Ну хорошо, мы, говоря об этом, поговорили о том, что нужно изменить, изменить по сути сверху, да, потому что никак, кроме как сверху, это не поменяется. Что делать простые люди, чтобы вот в этих разнованиях, да, вот к обычному простому россиянину, что нужно делать, чтобы избежать попадания в эти церковные войны, в том числе и внутри, да, и чтобы избежать вот этой вот влияния, и пропаганды, которые, да? Значит, и...